Коммунальная авария. В ночь с воскресенья на понедельник во Владимире прорвало магистральную трубу. ЧП произошло ближе к полуночи. Без отопления и горячего водоснабжения остались десятки соцобъектов и четверть населения областного центра. Скажите, а когда будет отопление? И горячая вода тоже. Диспетчеры управкомпании сроки гражданам сказать не могут. Авария. Единственное слово, которое слышат владимирцы по телефону. Причем рванула неразводящая труба. Порыв на магистральном теплопроводе в подающей линии, диаметр которой 800 миллиметров. Первым делом энергетики отключили систему подачи теплоносителя. Жители были вынуждены доставать пледы, обогреватели и ставить чайники. Я пошла, потрогала батарею и поняла, что отопления нет. Я решила проверить, есть ли горячая вода. Нет. Горячей воды тоже нет. Где-то около двух часов ночи. Я уже замерзла. Я утром позвонила в управляющую компанию, где-то около восьми утра. Мне сказали, что отопление неизвестно, когда появится, когда появится горячая вода тоже. А вчера ночью очень сильно замерз. Я проснулся, мама принесла мне плед. Одеваюсь, тепло. Греюсь пледом. Чай пью горячий. Авария произошла на площади Фрунзы рядом с домом номер 80А по улице Большой Нижегородской. С утра на месте устранения порыва уже были глава администрации Андрей Шохин и генеральный директор ресурсоснабжающей организации Олег Грошев. Сити-менеджеру доложили. Труба, которая рванула, эксплуатируется с 1976 года. Вероятная причина порыва – коррозия металла. Место дефекта было оперативно локализовано. В 11.00 специалисты приступили к восстановлению гидравлического режима тепловых сетей Юго-Западного района Владимира. В ремонтных работах задействовано 16 человек и 12 единиц техники. Помогают энергетикам сотрудники МЧС и Владимирводоканала. Завершить работы и полностью возобновить подачу теплоносителя планируют до 8 часов вечера. Сейчас идёт восстановление гидравлического режима в городе. И в ближайшие часы, которые нам позволят, в общем-то, обеспечить отоплением и горячим водоснабжением всех граждан. Параллельно с этим мы занимаемся ремонтными работами на повреждённом участке. Что же касается перерасчёта, то его, вероятнее всего, энергетики сделают. Но для этого гражданам нужно будет написать соответствующее заявление. Точную информацию по этому вопросу в ресурсоснабжающие организации обещали предоставить завтра. От коммунальной аварии пострадали не только граждане, но и Владимирский хлебокомбинат. Предприятие располагается рядом с местом порыва. На производственный цикл розлив кипятка не повлиял. Однако произошло подтопление территории. Хлебопёки приводят её в порядок. Пострадавшее имущество высушивают. Сумму ущерба считают. Алексей Дудин, Александр Мажаров, 6 канал.